Основная задача нового 11 автобуса доставлять воспитанников из отдаленных микрорайонов города без всяких пересадок напрямую к Ванториуму. Руководство Ванториума вышло на главу города, было принято решение. Вот на сегодняшний день мы открыли этот маршрут. Расписание подстроено под посещение Ванториума. На сегодняшний день родители и руководство Ванториума выражают благодарность о том, что город все-таки изыскал возможность. В случае необходимости будем рассматривать, допустим, втором автобусе. Новый паз рассчитан на 52 пассажирских места, оборудован видеонаблюдением внутри и снаружи. Для нашего предприятия это первое приобретение такого транспортного средства. Довольно экономичный, интересный, заниженная площадка задняя для того, чтобы люди с ограниченными возможностями могли им воспользоваться. Это совершенно новая модель. Автобус начинает свой маршрут на Ванториуме. Расписание движений на экране также его можно увидеть на сайте администрации компании ПАСАВТО. Автобус новый, новая модель, мягкий, удобный для пассажиров. Для бабушек сзади опускается площадка. Кондуктора нет, водитель на остановке за место кондуктора. Садимся на новый автобус. Кстати, отслеживать движение можно на своем смартфоне через приложение «Умный транспорт». И пока на остановку почти никто не заходит. Пока новый 11-й нефтеганский автобус ходит полупустой. И водители призывают не стесняться. Прямо вот остановился возле вас этот автобус зеленый. Можно спросить у водителя, куда он едет. Ну и расписание есть вот так снаружи. И маршрут есть внутри салона. График движения можно также посмотреть на сайтах перевозчика и администрации. Теперь, к примеру, жители 14-го микрорайона могут без пересадок доехать до лыжной базы. Проходит автобус и через центр города. Стоимость проезда, льготы, такие же, как на всех городских пассажирских автобусах. Наталья Платонова, Евгений Трехилов, телерадиокомпания «Юганск». Девочка, на 1000-м переходе меня объезжает.